Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Сегодня 22 июня в России день памяти и скорби. В этот день в 1941 году на территорию СССР вторглись немецко-фашистские захватчики. Началась Великая Отечественная война. Во всех регионах сегодня прошли памятные акции. Приспущены государственные флаги. На телевидении и радио отменены развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня. В Кумертау у Вечного Огня поддержали всероссийскую акцию под названием «Свеча памяти». В ней приняли участие ветераны, волонтеры, правоохранители и простые горожане. Акция началась с минуты молчания. К моменту боевой и трудовой славы принесли цветы. Рядом из свечей выложили надпись «Мы помним». Кроме того, в Историко-Крывеческом музее провели собрание с участниками боевых действий и ветеранами при поддержке городских волонтеров. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 18 сентября. В Кумертау в этот день пройдут еще и выборы депутатов в Совет городского округа. Об особенностях нынешней избирательной кампании нашему корреспонденту рассказал председатель территориального избиркома Михаил Подковка. Выборы на территории города Кумертау состоятся 18 сентября. Официально на основании 20-го федерального закона 3-е воскресенье сентября в 2016 году считается единым днем голосования. Территория города Кумертау входит в 7-й Салаватский одномандатный избирательный округ. Всего 14 районов с общим количеством избирателей 492 тысячи. В этом году обязанности окружной избирательной комиссии возложены на территориальную избирательную комиссию города Кумертау. По городу Кумертау насчитывается чуть более 50 тысяч избирателей. Это граждане старше 18 лет, которые имеют право голосовать. Всего в Государственный Думу Российской Федерации будет выбираться у нас 450 депутатов, которые будут распределяться по федеральным спискам от политических партий и по одномандатным избирательным округам. Всего получается у нас 225 одномандатных округов по всей территории Российской Федерации. У нас, как я уже сказал, будет 7-й Салаватский одномандатный избирательный округ. В нашем избирательном округе зарегистрировано 491 497 избирателей. Максимальное количество их подписей, представляемых в окружную избирательную комиссию, в соответствии с пунктом 1 частью 2 статьи 47, 15 482. Каждый гражданин Российской Федерации имеет пассивное право участвовать в выборах и может баллотироваться депутатом в Госдуму по достижению 21 года. На территории Салаватского одномандатного округа любой гражданин может зарегистрироваться и выдвинуться от политической партии, в том числе и самовыдвиженцы. Самовыдвиженцы также могут в течение 25 дней после объявления выборов выдвинуться и подать документы в окружную избирательную комиссию для участия в избирательном процессе. В течение 35 дней в политической партии распределенные одномандатники, так скажем, могут принести документы в окружную избирательную комиссию. После чего в течение 10 дней окружная избирательная комиссия рассматривает эти документы и осуществляет регистрацию. Всего на территории Российской Федерации зарегистрировано чуть более 70 политических партий, но 14 из них имеют возможность без сбора подписей выдвигать свои списки для участия в предстоящих выборах. Это те партии, которые были допущены в предыдущем созыве Госдумы при распределении мандатов, а также прошли 3-процентный барьер. Общее количество депутатов от республики в Госдуме будет зависеть от того, как избиратели проголосуют за партийные списки. Нынешнее общее образование предлагает школьникам изучать физику или химию только в старших классах. В сфере дополнительного образования, в свою очередь, решили дать возможность и младшим школьникам приобщиться к техническим дисциплинам. Реализуется это в Центре дневного пребывания и носит гордое название «Детский технопарк». Насколько это все интересно самим детям, попробуем разобраться в рамках следующего репортажа. Технопарк в Центре детского творчества в самом общем представлении – это пока несколько аудиторий, в которых дети приобщаются к техническим дисциплинам. Например, собирают электрические цепи, постигают смысл простейших химических реакций, физических явлений. Всего 6 научных лабораторий. Как вы полагаете, если полоска бумаги притянулась к этой волшебной палочке, значит, как они зарядились у нас? Вы только что с вами об этом говорили. Положительно и отрицательно. Совершенно верно. Детям не только дают возможность понять теорию через практические опыты, им предлагают самим выступить в роли ученых, создателей. И, например, сделать собственную модель космического объекта. В нашей лаборатории ребята делают космические объекты, макеты космических объектов из сбросового материала. Работаем именно с сбросовым материалом, с картоном, с пузырьками пластмассовыми, проволокой. Из этого ребята сначала придумывают свою идею, исходя из названия их конструкторского бюро. Собственно, технопарком этот проект планирует стать в будущем, рассчитывая на грантовое финансирование. Пока же создавать лаборатории и Центру детского творчества приходится на собственные средства. Тем не менее, первые шаги получились довольно твердыми. Вышла игра длиной в смену Центра дневного пребывания. Это площадка летнего отдыха детей, которая позволяет совместить игровую и познавательную деятельность школьников, а также обучить профессиональным навыкам научно-технических дисциплинам. Конкретно что они делают? Они посещают ежедневно лаборатории детского технопарка. Их шесть. Это НТМ, начальное техническое моделирование, Орбиталь, где они делают подделки летательных аппаратов и космических кораблей. Лаборатория «Знаток» — это первые шаги в электронике. «Зелёный меридиан» — основа ландшафтного дизайна. «Я Эйнштейн» — это занимательная физика и химия. Ещё есть направление «Фотовзгляд», название которого говорит само за себя. В каждой лаборатории детям дают возможность реализовать себя в технической сфере. А то, что у них получается, отправится на выставку под названием «Иннов арт». Она расположится здесь же, в Центре детского творчества, в конце смены. Проекты оценят жюри, лучшим вручат награды. О том же, насколько это интересно непосредственно детям, они рассказали сами. Мы работаем в лабораториях, делаем поделки. Также мы изучаем некоторые профессии, которые были в древности. Какие они сейчас, чем они сейчас занимаются. Нам рассказывают интересные факты о этих профессиях. Также нам устраивают всякие конкурсы, проводят игры, и мы участвуем в них. Мы ходим в бассейн, всякие подделки делаем. Мне тут очень нравится. Мы там делаем всякие научные дела. Для подведения итогов деятельности социально-экономического и других направлений в Кургазинском районе проводят специальные заседания совета. Совет в том числе рассматривает наиболее актуальные вопросы, требующие изменения и дополнения. Накануне в районе прошло очередное 32-е заседание Совета Республики Башкорстан 3-го созыва. В соответствии со статьями 39-го регламента Совет решил включить в повестку дня несколько вопросов. С докладом о внесении, изменении и дополнении в устав муниципалитета выступил Ахат Исламгулов. Основными темами его доклада стали участие в деятельности по утилизации и захоронении твердых отходов на территории, организация в подготовке кадров для муниципальной службы, преобразование района, исполнение обязанностей депутатов и другие. В полномочии депутатов, членов выборного органа, местного самоуправления, выборного должностного лица, местного самоуправления иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращается досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнений обязанностей, установленных федеральным законом. От 25 декабря 2008 года номер 273 ФСД по противодействию к обруциям. Следующим докладчиком на заседании стала исполняющая обязанность заместителя главы администрации по социальной и кадровой работе Лира Терегулова. Она рассказала о состоянии работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению правонарушений по итогам 2015 года и первого полугодия 2016 года. А в завершении своего доклада обратилась к присутствующим с просьбой поддержать профилактическую работу комиссии. Наверное, это общая задача, чтобы наши дети совершали меньше, скажем так, правонарушений и росли достойными гражданами. Потому что одна комиссия сама будет и ничего делать не может. Это наша всеобщая проблема и работа. И поэтому, проводя заседание комиссии, у нас в каждом заседании практически по 25 суток мы рассматриваем. То есть 20-25 протоколов, если взять за месяц, получается 50 протоколов составляется, либо в отношении родителей, либо в отношении детей. Это достаточно большая цифра. Поэтому, конечно, профилактическая работа, она должна быть организована на всех уровнях, и с родителями в том числе. О состоянии и мерах по дальнейшему социально-экономическому развитию сельского поселения доложил Аскар Кинжалиев. Он поделился статистическими данными об изменениях в составе населения 10 близлежащих деревень, а также о площадях, количестве дворов, сельхозхозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах и объектах социально-культурного значения, находящихся на территории сельского поселения. Далее председатель комитета по управлению собственностью Минземьимущества Республики Башкортостан по району Марина Сычева выступила с докладом о передаче имущества в муниципальную собственность сельских поселений, а также о внесении изменений в решение Совета от 15 декабря 2014 года о принятии нормативных актов, регламентирующих порядок оформления прав пользования имуществом и определении годовой аренды имплаты за пользование муниципальным имуществом. Корректировки связаны с изменением объема безвозвездных поступлений из исполнительного бюджета, на уточнение денежных средств, на счет остатка на начале года и переполнение доходной части бюджета муниципального района, а также при распределении в отдельном направлении расходов. Каждое внесенное предложение об изменениях и дополнениях были рассмотрены Советом, проведено голосование и принято решение. Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.